Добрый вечер, уважаемые зрители! Сегодня у нас второй выпуск нашей рубрики «Кавказский акцент». Сегодня у меня очень интересный гость, прекрасная дама из Чечни, Зайнап Кашаева. И пока Зайнап присоединится в наш эфир, я хочу с вашим позволением поделиться этой программой и просьба всем, кто нас смотрит, всем кавказцам, всем русскоязычным друзьям, пожалуйста, поделитесь на своей страничке, на разных группах, потому что эта программа, эта рубрика, автором которого являюсь я, я назвал «Кавказский акцент», потому что, как вы видите, как вы слышите, я говорю ярко выраженным кавказским акцентом на русском языке. Кстати, представлюсь для тех, кто меня не знает. Меня зовут Лачим Мамишев, я независимый журналист и документалист из Азербайджана. В данный момент живу в Швейцарии, в городе Берн. Приветствую всех вас. И большая просьба всем, кто нас сейчас смотрит, не жадничайте, пожалуйста, поделитесь на своей страничке, ставьте лайки, чтобы друзья с вашей лентой новостей они тоже увидели. Сегодня у нас будет очень интересный гость, и я так считаю, что поступки этой героической дамы заслуживают большого уважения, так как то, что она сделала в Швейцарии во имя своей родины, во имя своей страны, это большой пример для других эмигрантов, которые живут в изгнании по политическим мотивам, и которые должны последовать и быть таким же принципиальным, как наша уважаемая Зайнап Кашаева. Сейчас я жду ее в эфире. Очень скоро она должна присоединиться к нам. Сегодня один раз мы протестировали, и пока я, с вашего позволения, поделюсь в разных группах, к которым у меня есть доступ. И сейчас ждем нашего гостя, Зайнап. Зайнап, если видите меня, пожалуйста, вот, отправьте запрос для присоединения в прямой эфир. Значит, первый гость в нашей рубрике был известный российский политик Константин Боровой. Ну, как же, в прошлый раз я вам рассказывал, это все получилось очень спонтанно. Я звонил Константину Натановичу, чтобы договориться о встрече, то есть определить время, когда сможем с ним сделать прямой эфир. А он сказал, что давай прямо сейчас. И вот, интересно, где наша красавица Зайнап? Ждем, ждем ее, не дождемся. Вот сейчас я попробую. Я напишу на фейсбуке. В Игорь Артема будет видеоархив на тему этот, видеоархив Чеченской войны в Швейцарии. И думаю, что всем это будет интересно, через чего она прошла, через как ей удалось вообще этот архив, тем более в такой же стране, как Швейцария, создать такой архив. Теперь я попробую связаться с Зайнапом. Значит, что-то Зайнапа не видно. Вот, всех приветствую, кто приветствует, кто лайки ставит. Всем большой привет, всем нашим друзьям. Из всех стран Кавказа, начиная с Южного, то с Северного Кавказа. Целые программы объединит Кавказ, а не разделит. Заранее всех прошу, всех зрителей, никаких межнациональных, межрасовых, межрелигиозных, никаких таких комментариев, пожалуйста, не пишите, не переходите в личность. И ни в коем случае вам этого не советую, потому что буду этого, если кто-то будет провоцировать, какой-то там, не знаю, межнациональный или какие-то вопросы, автоматически буду заблокировать. Аждар, мой русский, я считаю, что немножко испортится, так как я получил среднее и высшее образование на родном языке, но учитывая, что моя мать, она учительница русского языка и литературы, и первая моя... Очень извиняюсь, сейчас Зайнап звонила по ватсапу, значит, продолжаем. Я тоже продолжу, так как я получил образование на родном языке, но дело в том, что так случилось, что это моя вторая эмиграция. Вот и она появилась, наша красавица. Добавим сейчас Зайнап, добавляется в эфир, и продолжим с Зайнапом наш разговор про архив Чеченской войны, видеоархив Чеченской войны в Швейцарии. И очень верю, что вам всем это будет очень интересно. Зайнап, я отправил тебе, я одобрил твой запрос. И если не забыл, а вот сегодня мы с тобой протестировали, пожалуйста, еще раз проконтролируй там. Вот, вот и она. Добрый вечер, Зайнап. Добрый вечер, добрый вечер. Наконец-то наша долгожданная красавица, героиня Кавказа. Да где? До красоты-то далеко, не надо немножко это... Нет, пожалуйста, в этих вопросах, пожалуйста, я прошу, не стоит со мной спорить. Да. Значит, я... Будем верить, будем верить, Лачин. Добрый вечер, Лачин. Добрый вечер, Зайнап. Я немножко проинформировал наших зрителей. Значит, сегодняшний наш гость, как вы видите, наша землячка, так как мы все кавказцы являемся земляками, Зайнап Кашаева, она у нас и правозащитница, и, как говорится в этом фильме, кавказская пленница-спортсменка, студентка-комсомолка, наконец-то... Да, было такое, в наше время было такое. Да, вот она красавица и героиня в полном смысле этого слова. Почему я ее называю героиней, по ходу нашего разговора, скорее всего, вы поймете. Зайнап Кашаева, прошу любить и жаловать. Теперь, пожалуйста, Зайнап, сама представься. Ну, вы уже сказали, что... Нет, я всегда это предоставляю нашим гостям. Так как мы не гости, потому что оба живем в Берне, ну, просто не хотел нарушить нашу традицию, этот формат нашей передачи. Мы буквально живем километром между нами. Живем и не можем в год один раз встретиться. И не можем увидеться, потому что Швейцария это такая страна, что всегда бегать в бюрократия. В общем, лучше об этом не будем. Ну, да. Представься, пожалуйста. Да, я Зайнап Кашаева. Я, можно сказать... Ну, если начинать с... Действительно, с начала Первой войны, я жила в Москве, и меня это как-то тронуло сильно. Война, по-моему, весь наш Кавказ не обошла просто так. И война всех тронула, и все были в этом участвовали, все кто-то чем-то занимался. Я даже сегодня думала об этом интервью. О чем же я должна говорить здесь? Все же таки много сказано об всем, что сделанном и проделанном. И уже даже война, которая, можно сказать, немножко забытая в Чечне, она уже неинтересна. Но, тем не менее, спасибо, Лачин, что вы поднимаете этот вопрос. И очень важно, что все же таки мы, как вы говорите, как общий дом, как общий Кавказ, мы все должны, безусловно, должны все друг друга как-то поддерживать в этом вопросе. Но до войны я жила, и в Москве жила, и, конечно, когда началась первая война, я как-то поехала, чтобы привезти оттуда родителей своих, его и свою маму. Но так получилось, что этот месяц, который я там пробыла в Грозном, вот это меня все поменяло. Всю мою жизнь, мою судьбу, думаю, вообще, как бы, я, извиняюсь, я по образованию... Да, я по образованию и даже далеко не журналист, и не правозащитница была, но обстоятельства, силу моей судьбы я стала и тем, и тем, но потому что все же таки я думаю, что она, как я уже раз сказала, что она всех нас очень глубоко тронула. Тем более я сама чеченка, я из этого народа, и как-то сидеть в Москве, я быть просто в стороне, отсиживать не смогла. Хотя имею четверо детей, полную семью, и, конечно, мои дети, мой муж не были этим довольны, что я бросала свой бизнес, который я очень активно в Москве развивала. Но все это бросила в миг, просто в один миг. А почему? Потому что я этот месяц, который в декабре, то есть в ноябре, который пробыла с ноября по конце декабря, пробыла в Грозном, я увидела, что просто какое сопротивление, народное сопротивление. Никаких-то там я не видела, как средства массовой информации выдавали нам информацию московскую, московских СМИ. и как там на месте. Это была такая параллель, совсем разная, совсем не похожа на то, что происходило там внутри. Поэтому я и меня тронула, я вернулась, я сказала, никакой бизнес, никакие там дальше уже дела, я буду заниматься, делать все, чтобы как-то донести до людей эту правду. Вот вся моя была жизнь. И последние 20 с лишним лет я занимаюсь этим. Вот как в фильме «Бриллиант» твоя рука посказнулся, упал, потерял сознание, очнулся, гипс. Вот точно почти такая же схожая судьба у меня. Я в детстве мечтал, что я буду прокурором, поступлю в юридический, буду прокурором, но когда прокуроры Азербайджана стали так очень подло поступать против моего отца, я стал их презирать. И я перестал об этом мечтать. И к тому же у нас тоже в стране такое случилось, что недавно в одном дебате я сказал одному нашему политическому деятелю, что вы перевели вот один большой грузовик с бетоном и прямо завалили на наши мечты. Таких, как я, миллион азербайджанцев. А вообще-то так вот на Кавказе действительно, наверное, вот эта трагедия общая такая вот особенно, ну, никого не обошла. Никого не обошла. Она, эта трагедия, никого не обошла. Все как-то, каким-то, в каком-то времени всегда затронуло. Вот эти последние 20, 25, 30 лет мы вот в этом, как сказать, в этой вот и живем. Я очень прошу всех друзей, которые сейчас смотрят, пожалуйста, ставьте лайки и поделитесь, если можно, пожалуйста, вот на своей страничке, потому что это новая рубрика, так как мы только-только начинаем как бы, ну, первые шаги делать. Но я уверен, я верю в это, потому что это будет очень интересная рубрика, так как для Кавказа и также для всего русскоязычного контингента, потому что у нас будут очень интересные гости, как Кавказа, так же из России, из всех других стран, которые, люди, которые связаны с Кавказом, знают Кавказ не понаслышке. Теперь, Зайнап, вот начнем с нашего, нашей главной темы. Откуда у вас вдруг появилась такая идея? Как эта идея возникла, чтобы создать видеоархив Чеченской войны? Идеи абсолютно не было никаких, это правда, Лачин. Это просто было все, как говорят, иногда говорят, ну, я не знаю, просто в принципе, это еще раз скажу, что насколько меня это все тронуло глубоко, вот эта война, в том смысле, что действительно, я просто хочу сказать, что действительно была одна, как бы всей России навязывали одну информацию, а на самом деле там у нас, в Чечне, это была другая информация. И я периодически старалась оттуда поехать. И когда я вернулась в декабре, уже было, начало войны было, а там еще, когда мы были, как раз в Чечне, как раз мы были, я как сама узнала о том, что войска заходят. Это было тоже интересно. Просто я поехала сыну где-то 11 декабря 1994 года, поехала сыну сообщить, Роману сообщить, что, ну, семье своей в Москве сообщить, что я, это, что-то мне неудобно здесь я сижу, что я еду домой, в Москву, ну, как домой, в Москву. И я хотела сообщить ему об этом, что я завтра выезжаю в Москву, а он мне говорит, мам, ты как можешь выехать, как ты это можешь, ведь войска, российские войска подходят к границе Чечни, вот я хочу сказать, я же была же в Грозном, я живу в Грозном, и в принципе я ничего, и весь народ, который так же, как и я, там живет, он ничего не знал, что действительно уже войска подходят к границе. У меня такой был шок. Я выскакиваю, я была как раз в городе на переговорочном, я выскакиваю из этого переговорочного пункта, и мне казалось, что меня будут встречать эти уже войска, я даже побежала, только знакомые, там кого знала, мы живем в Старопромысловском районе, и я поэтому думаю, боже мой, что это такое происходит, как же так, мы ничего не знаем. И это было вот первое такое вот для меня тоже как бы известие о том, что уже как война началась. И второе то, что было такое понятие, что-то такое о войне, это никто к этому не готовился, никто об этом ничего не знал. Может быть какие-то, какие-то, может быть, конечно, как и с одной, так и с другой стороны, военные силы, конечно, к этому готовились, наверное, и знали, но в принципе я хочу сказать, что о народе, народ абсолютно был отделен от этого всего и не знал, но я увидела, как народ сопротивлялся, как они на вот это Старопромысловское шоссе, оно километров 18, и как я просто ехала уже, как они там, мальчишки, женщины, жители, мужчины, все выносили, что есть там бревна, не бревна, загораживали дорогу, чтобы танки не проходили. Вот это я увидела, как первое то, что сопротивление людей. И вот 17 декабря, я никогда тоже это не забуду, это число, мой брат, он зашел и сказал мне, тихо, чтобы мама моя не услышала, сегодня будут бомбить грозные. И я думаю, с новым думаю, ну что это такое, я думаю, точно застряла здесь в грозном, у меня уже такое, думала это, ну думаю, все. И что я делаю? Я к вечеру собираю, у меня много друзей, русскоязычных, много друзей, и у них там мамы, у них родители, ну многие кто остался, и я бегу, собираю много там своих знакомых мам, чтобы повезти их в подвал, чтобы там отсидеть, у меня такое понятие, и вот перед тем, как пойти в 10 часов, сказали, вечера будут бомбить город, перед этим я сижу и пишу письма своим детям, пишу каждому. И вот я услышала гул самолета, и как раз я когда услышала гул самолета, я писала своей дочери, у меня трое сыновей и одна дочь, и как раз говорю, Римма, ну как в жизни бывает, как в жизни я тебе много что-то не успела додать, так и сейчас. Хотела тебе написать письмо, и тоже вот сейчас уже не могу дописать. Мне надо заканчивать и идти в подвал. Вот с таким я как бы мыслями ушла в подвал, и после этого на следующий день, очень утром, когда я поняла, что я еще жива, и все нормально, я поняла, что моя жизнь совсем как-то остановилась, и должна идти уже по другому руслу. И когда вернувшись уже, я как сразу же вливалась в разные общественные московские протесты, митинги, и чтобы все-таки чем-то заняться, чтобы протестовать. И вот когда мы в очередной, в очередной раз возвращались в Чечню, однажды организация, комитет солдатских матерей, московские там, квакеры, много организаций собрались, чтобы на 8 марта прийти в Грозном, и как по нашему кавказскому обычаю, у нас есть кавказский обычай, там платок снять, и чтобы между двумя протестующими, протестующими, воюющими сторонами, чтобы встать и прекратить. Ну, такая была задача, такая была идея. И такой был... Извиняюсь, точно такой же был у нас, когда начался Карабахский конфликт, у Романа Аббасова, когда Агдамцы из Агдамского района, они ходили прямо, чтобы... Ну, они уже шли вооруженным до зубов в сторону армян. И она вышла, она свой платок положила к ним в путь, и они остановились. Вот это была наша тоже задача, и мы прямо вот... Это был марш, назывался марш материнского сострадания. И мы прямо с Москвы кто-то поездом, кто-то самолетом, тогда же уже воевало, много российских ребят-срочников в Чечне. И вот матери этих срочников. И мы все как бы собирались и как бы в Назране, мы все как бы... У нас пункт сбора был в Назране, и оттуда должны были пешком идти на Грозный, и там, чтобы вот встать между воюющими сторонами. И, в общем, вот такой у нас был марш материнского сострадания. И вот этот марш, конечно, он объединил много людей, он показал, что действительно матери хотят, не хотят этой войны, что матери против войны. И что, когда мы пришли даже в село Серноводск, Лачин, я сама была такая... Знаете, я сама думала, ну что я делаю? Я, например, из Москвы, хотя на то время проживала около больше 30 тысяч чеченцев, но я из Москвы была одна женщина. Еще была из Москвы Майя Шавхалова. На сегодняшний день она живет в Нальчике. На сегодняшний день я считаю, что она действительно героиня. Она вот действительно повезла матерей автобусами по всем городам. Они выходили в каждом городе и тоже как бы собирали матерей, чтобы объединились и чтобы все приехали в Назрань. Потому что матери тоже боялись ехать. Боялись, что их тоже убьют. Были такие страхи, что там чеченцы это головорезы и так далее, и так далее. Ну, конечно, пропаганда делала свою работу. Да, да. Анти-чеченская пропаганда, я имею в виду. Да, и вот когда мы туда приехали, когда мы в Серноводск, у нас было около 500 матерей было. Я помню, я никогда не забуду, как все жители Серноводска, до какой степени они были гостеприимны. А я еще думаю, ведь я же чеченка, ну, Лачин, вы же знаете наши кавказские традиции. Я думаю, я иду в этом марше, а вдруг нас не примут? А вдруг действительно скажут, куда ты идешь, с кем ты идешь? У меня такого было, еще как бы немножко был маленький страх, может быть. И я увидела, когда мы к Серноводску подходили, я часто об этом вспоминаю, часто этого рассказываю, когда мы подходили, и один старик, он такой с белой бородой, он подошел, у него прям слезы пошли. И я тогда понял, что я на правильном пути. И следом за ними женщины, чеченки, вынесли хлеб-соль, как по-русски вынесли, на полотенце хлеб-соль. И это мне прям действительно было на душу, и я поняла, что это очень приятно. И после этого мы, когда уже Лачин, когда мы уже на ночь уже пришли к Серноводску, и это предфронтовой город, то есть не город, село, предфронтовое село, Серноводск, и мы должны были на ночлег определить этих матерей. И я действительно была удивлена. Все приходили, это же как раз война, и война как раз в сложное время. Все приходили, просили в гости к себе забрать матерей. Когда я помню, одного не хватило, там нескольким не хватило, как они обиделись, ушли. И на следующий день, когда вернулись наши матери снова, из ночлега у чеченской семьи, которые побывали, и как они рассказывали, как их гостеприимно встретили. Ведь образ чеченца уже поменялся даже там, в Серноводске, понимаете, для этих матерей. Конечно, не для России, которой каждый день идет пропаганда, и которым говорят, что там террористы, убийцы, и так далее, и так далее. Но в этом случае, вот так и когда мы, правда, нам марш не дали, это все знают, не дали пройти, мы прошли Серноводск, это были много препятствий, и Серноводска, нас между Котор-Юртом и Серноводским, нас остановили, и там разогнали. Я не буду углубляться в этот марш, потому что в следующий раз, вот потом уже, 7 апреля, 7 апреля была зачистка. Марш был 8 марта, март-апрель, а зачистка, вот это была 7 апреля. И вот когда я не уехала, не вернулась из марша, хотя марш уже разошелся, но я не вернулась, осталась еще в Ингушетии, мы с одной журналисткой, царство ей небесное, Надя Чайкова ее убили, моя подруга. Царство небесное. Вот, с одной журналисткой, то есть с Надей Чайковой и с одной тоже чеченской журналисткой мы стояли прямо на границе, и как раз, когда зачистка была, и как раз оттуда выходили люди. Бежали люди из Серноводска. Я взяла такой блокнот, у меня ничего не было, ни фотоаппарата, ни камеры, ничего. Со мной еще, по-моему, Хазман была у Марова, я не помню, да, тоже там стояли, мы втроем стояли. И эти люди бегут, и такие страшные, ужасные вещи рассказывают, что, в принципе, что с ними произошло, что зашли русские войска, что идет зачистка, что в подвале расстреливают, что в домах расстреливают, что дома сжигают, что людей мы своих их даже не успели похоронить, бросили, или же там в огороде похоронили, раненых бросают. Ну, в общем, люди бегут, кто спасся, и бегут, это все рассказывают. Я успевала записывать на блокнотике. Мы с Надей Чайковой аккредитованная журналистка, мы-то не журналисты, мы просто как активисты пришли и стоим. Я успеваю записывать, и мы вечером составили такую, как бы, бумагу, при помощи, с помощью Нади, составили, отправили в Думу, что в Самашке идет зачистка, что так, и так, и так, и так. Я внизу подписала свой адрес, значит, московский свой адрес, фамилию, имя, адрес. Надя Чайкова подписалась, Хазман тоже Умарова подписалась, и мы отправили это в Думу. А Надя Чайкова сделала еще репортаж. И я хочу сказать, вот там-то я и поняла, что это не может так продолжаться. Я должна что-то делать. Я должна найти, хотя я потом позвонила в Москву своему очень близкому другу, он мне был очень близкий друг, это Хамад Курбанов, его потом убили вместе с Джохаром, Хамада Курбанову. И я ему позвонила, я говорю, Хамад, вот так и так, я не могу, хотя бы пришли мне какой-нибудь фотоаппарат. Я даже, хотя я буду снимать эти фотографии. Вот тогда вот пришла эта мысль, хочу сказать. Это не было незадуманно, это не было идеей. Ну, тогда вот 8, я хочу сказать, вот 8 апреля пришла эта мысль, что мы должны это снимать. А для архива, для чего, я даже не представляла, но я только знала, что это должны снимать, что это должны люди видеть, что это насколько идет полная ложь. И я еще хочу сказать, Лачин, когда мы, когда мы, когда мы вернулись, я говорю, что когда мы вернулись, написали эту бумагу в Думу, то на следующее утро спецслужбы уже были у меня дома в Москве и перевернули всю мою квартиру. Мой муж не знает, мои дети не знают, что я написала. И вдруг такой сюрприз. А их там уже штурмуют. Вот такие дела. Я им часто такие сюрпризы в семье посылала. Так вот. А еще у мужа спрашивают, где ваша жена? Он говорит, я не знаю. Он говорит, я ее, как это ты не знаешь? Она в Думу уже напишет, а ты не знаешь, где она? Ну, так вот. Он настрадался. Он настрадался, конечно. Ну, представляю, да, его чисто психологические состояния в тот момент, каким он был и как он все это воспринял, учитывая наши кавказской традиции, все это. Ну, я вот с того момента, в тот день, я Хазман сказала, Умарова, а мы как раз готовились к съезду, в Северномодске делать съезд готовились. А что за съезд был? Съезд, это мы делали первый, первый у нас съезд был, съезд чеченских женщин, чеченских женщин. И вот мы это сделали, и там тоже выбрали председателя съезда. Ну, я поэтому, как готовилась к этому съезду, мне некогда было. Я говорю, Хазман, пойди в Северномодск, найди камеру и сходи и сними, что там. И вот первая зашла Хазман Умарова, она потом была военным журналистом среди, в Чечне она была военным журналистом. И она первая зашла, и она там первая делала эти самашкинские съемки, которые тоже у нас есть в архиве. Но потом уже мы второй день пошли с Хазман, и я помню, я первое, что я увидела, Лачин, это первый труп я увидела с вынутым сердцем мужчину. Это первое, что я увидела. Я, конечно, говорю, Хазман, снимай, снимай, а самой у меня сердце даже, я не знаю, то ли оно... Вставляет. Да, и я вообще, как бы, говорю, тут еще и БТР, и танки ездят, мы еще бежим, скрываемся. Это что же опасно? Мы и зашли туда очень с большим риском, в Самашке. В Самашке закрытое было село, туда никого не пропускали. И потом, когда мы уже сняли, достаточно много сняли, пошли проверить. Сняли мы, оказывается, мы ничего не сняли. И так нам было обидно, потом в селе там одного парня попросили... А, в Реклина нажали, да? Ну, я не знаю, это я вот первый раз с Хазман мы пошли, я говорю, даже нам некогда было эту камеру учить, где ее учить, что я вот... Это я Хазман говорю, Хазман, посмотри, а видно, она что-то забыла, не нажала, думала, нажала. И... А потом еще, ну, конечно, уже, когда нам этот парень просто в селе я был парень, я даже не помню его, как звать, он нам объяснил, и после этого мы стали снимать. Вот с этого все и сколотился этот весь архив. И потом уже снимали постоянно. Постоянно снимали. Шли снимали, бежали снимали, прятали снимали, зачистки снимали. Ну, все вот это вот, как бы, особенно после зачисток особенно всегда то, что говорили люди, и люди не... Нам не приходилось людей просить, пройди, скажи, что ты думаешь об этой войне. Люди сами шли на камеру и говорили. Люди не спрашивали, кто ты, журналист, ты, откуда ты. Просто говорили, просто говорили, просто крик души шел у людей изнутри. Вот с этого и есть этот архив. Это первая чеченская война, и, конечно, большой материал. Второй чеченская. Вот период, какие года, пожалуйста, скажите ли о нас, наших зрителей, чтобы мы знали? Это период первой войны по 2006 год. По 2006 год. Да, это 2006 год. И период второй войны. Ну, во вторую войну я скажу, что, как бы там не говорить, но она была жестокой, более, была жестокой более журналистов. Вот, это буквально как сказать, за любую кассету, за любой материал. Вы сами знаете, что происходило с многими журналистами, с нашими. Я, например, также была с Анной Политковской вместе. Это признаюсь в первый раз. У вас вот сейчас признаюсь, что я была с Анной Политковской вместе. В Макетах мы были. И что было с Анной Политковской, все знают. Да. И, конечно, это было опасно, потому что таких сволочей, как Буданов, такого террориста, такого бандита, полный могло бы там оказаться в то время, когда вы там с камерой работали. Конечно, это все страшно, потому что вот... Их Будановых было очень много. Я имею в виду очень много. В смысле, то, что вот эти вот они... Особенно мне казалось, даже вот когда мы вот солдатскими матерями, когда нас держали несколько часов, нас в марш не пропустили, нас держали прямо на снегу, значит, нас, матерей, держали. Нас почти, что было, нас чеченских, чеченцев, ингушей, ингушские матери, ну, не только матери, и мужчины, и многие жители. И мы объединились, и солдатские матери. И у нас было и организаций много, и журналистов было много, и очень много было нас в этом марше участвовали. И нас прямо окружили и держали в поле на снегу. И эти мальчишки даже, когда матери сидят и говорят, ну, ты же, как ты же на мать Тула назначил, как ты можешь, сынок? Такая грубость была на нас. Даже русские матери, когда говорят, такая грубость была. И они прямо тыкали нам этими дулами. И, в принципе, оскорбляли. И это, ну, для чего вот не пустить марш? Вот почему его не пропустить? Ну, вот просто, Лачин, подумайте. Потому что, Зайнап, вот потому что вот в самом начале нашего разговора вот рассказываешь вот материя, в общем, платки, эти хлеб, соль, было не до этого, потому что вот на всем, на всем Кавказе все это началось параллельно. Абхазия, Грузия, Осетия, Грузия, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Чечня, все это началось параллельно, потому что и тогда видимо эти цари, эти правители, они хотели чтобы весь Кавказ был в крови. И это им удалось. Ну, их остановить, конечно, это было фактически невозможно. Хоть если даже все материи, кавказские материя, все там собрались бы живым, даже так, живую стену, даже если там образовали бы, все равно эти танки бы прошли бы через это. Но, что меня поразило во время Чеченской войны, во-первых, это боевой дух чеченского народа. И то, что вот Джовхар покойный, Джовхар Дудаев, я его считаю героем Кавказа всех времен, царство ему небесное. Вот его одна фраза. Когда спрашивали, а вы генерал, единственный не первый чеченец генерал, на то он ответил, что я миллион первый, каждый чеченец он генерал. Вот таким должен быть вождь, лидер нации. Именно вот эти качества, вот его сделали Джовхаром, Дудаевым. Конечно, в этой войне это была бессмысленная война, потому что можно было избегать этой войны. Я имею ввиду со стороны России. Но эта война и в то же время Россия нужен был, этой империи нужен был, потому что не только в Чечне, во всем Кавказе все это пошло, потому что и мы пережили войну, а война просто вот где-то она вот когда разговариваешь про войну, это своего рода романтика, но какая стихия, какую стихию и какие последствия, тяжелые последствия этой войны, сколько там разбитые судьбы, контузии, инвалиды, разрушенные города, разрушенные судьбы. Просто я просто иногда сижу и думаю, неужели эти люди, которые вот начинают эту войну, хотя бы один раз у них совесть как бы изнутри их мучает или нет, что сколько людей, сколько жизней они погубили этой войной. Ну, мы немножко так говорим о гуманности, о какой гуманности можно говорить, когда, например, в принципе, я вообще удивляюсь, когда сегодня, ну, даже возьмите Путин президент, да, сегодня, да, я не считаю, что я, например, очень удивляюсь, когда народ сегодня видит, какие идут внутри России, какие сегодня идут преобразования, но в смысле не в пользу народа, и это когда происходит, и как, насколько это молчаливо, насколько это безответственно ведется, ну, я, например, не могу понять, я, например, считаю, что в 2000 году, в 99 году, я как раз была, я хочу сказать, была в Италии на одной конференции, и со мной была Элеонора, она была председатель, по правам человека была, она, Азербайджана, я не знаю, вы ее знаете, нет, Лачин, она была в этом, как раз на этой конференции, и я хочу сказать, когда мы там были, я услышала, сначала я услышала, что войска в 99 году, в сентябре, когда это было, нет, да, в 99 году, что войска уже направлены снова, направлены в Чечню, во второй войне, во второй войне, я была, я выступила, я говорю, ну, как вот, весь мир, весь мир может просто молчать, когда идут эти войны, когда идут, когда идет несправедливость, когда действительно видно было, что Путин просто стремился, под предлогом этой войны стремился прийти к этой власти, и он пришел, и он пришел, и он остался, и он сегодня, конечно, будет все делать, чтобы он, конечно, и будет сидеть, держаться за эту власть, чтобы он никогда оттуда не ушел, чтобы он никогда за эту войну не ответил. Поэтому понятно, мы не можем быть такими гуманными, мы видим, что, как вы сказали, войны, власти делают войны, они за этим стоят, они в этом богатеют, а люди страдают. Вот это и есть логика, и все, люди страдают. Я, например, считаю, что даже тогда уже было понятно, что как отнеслась, и тогда еще снова настолько, как бы говорят, были перемирия, перемирие было между Москвой и в Чечне, но это не было никаким перемирием, ничего этого не было, просто это было все заново задумано, чтобы прийти заново, и все. И сделать то дело, что они сделали в Чечне. И в Чечне превратили уже в очередной раз в руины. Конечно, естественно, сегодня город другой, республика другая, все это, конечно, хорошо, но я не думаю, что вот это даже, вот снова вернемся если к архиву. Архив — это то, что свидетельство того, что была война, свидетельство того, что люди гибли, свидетельство того, что сколько погибло, какие села пострадали, сколько людей пострадало, где, время, все это есть свидетельство. Поэтому мы не можем от этого уйти, сколько бы времени не прошло бы от этого. Я не думаю, что я этому какой-то увижу, как бы, знаете, хотя бы этот архив принадлежит, принадлежать будет полностью открытый моему народу, хотя бы этот архив будет, может, поможет действительно международному трибуналу, но я надеюсь, вот это я надеюсь, потому что это и должно быть, это и должно быть свидетельство этого. Чем хороший этот архив, уникален, сейчас я вот просто буду сравнивать. Например, у нас тоже самое была Карабахская война. У нас в основном многие моменты сняли несколько репортеров. Один из них был покойный Чингиз Мустафаев, который погиб в таких непонятных обстоятельствах. Разные ходят слухи о его гибели. И после гибели Чингиз Мустафаева, его брат Вахид и Сейфулла Мустафаев, они, в общем, это АНСТВ был, весь этот, почти весь этот архив нашей войны в ихнем архиве. А этот архив, они сейчас ни капли не делятся. Вот я как документалист, несколько раз им обратился с просьбой, пожалуйста, вот предоставьте мне материалы про Кальбеджар, про Агдам, про другие регионы, где шла война. Ну, они врут, что нашу телекомпанию закрыли. И, к сожалению, вот как только если откроют, помогите нам со своими молитвами. Ну, естественно, понятно, почему они. Потому что и в нашей войне, которая случилась, и вот этой Карабахской войне, во многих этих трагедиях виновны и правители Азербайджана, нынешние правители. В каких-то моментах они были в сговоре с Арменией вместе. Это никак не могут отрицать, потому что я расследоваю давно всю эту войну, всю эту картину. Но все следы ведут только туда. А вот в отличие от нашей войны, например, вы, несколько женщин, например, создали такой архив. Это бесценный материал, архив всей войны. И примерно какого объема, сколько там материала примерно там? Около 400 кассет, но это еще не весь материал, около 4. Там еще разные журналисты тоже сдавали. Например, Андрей Бобицкий сдавал туда тоже материал. Также Петра Прохаска есть, чешская журналистка, замечательная журналистка. Она много сняла, она дала материал. И я не считаю, что архив он закончен, он еще не закончен. Но архив, те материалы, которые 400 кассет, которые там больше 400 кассет, они очень хорошо переработаны. Они переведены на... Цифровой. Да, цифровой. Они также... Есть письменный текст, есть каталог, который на английском языке, на русском языке, который описывает, что за материалы, где сняли, в какое время сняли, и даже, ну, кто снимал. И самое главное, жертвы. Какого, например, категории жертвы? Пострадавшие, умершие, или же разрушения. Вот в этом направлении он, конечно, очень, ну, как сказать, уже полностью сделан на самом хорошем уровне. Чтобы его могли бы адвокаты, кто хочет использовать, это будет нетрудно использовать такой архив, когда он уже выведен на такой этап. Вот, например, как документалист, если я попрошу, потому что в будущем я хочу снимать фильмы про Чечню. Ну, сейчас не буду тут назвать, о ком, о чем. Ну, для меня тоже это интересно. Хочу, чтобы обещала перед зрителями, что... Нет, конечно, конечно, конечно. Я хочу сказать, что уже достаточно немало фильмов сделано, и этот архив используют. И действительно, я считаю, что такого масштаба информацию мы должны обязательно давать. И вот мне интересно, а как возникла идея вот именно создать именно в Швейцарии этот архив? Это связано с тем, что ты живешь в Швейцарии или кто-то был инициатором Швейцарской стороны? Нет, абсолютно нет. Я даже и не думала никогда здесь жить, и не мечтала, даже и не считаю, что это... Как сказать? Спасибо Швейцарии, что приняли и дали статус. И, конечно, я на хорошем уровне здесь. Меня, конечно, очень приятно и очень тепло приняли, естественно. Но, с другой стороны, я не хотела. Я хотела бы, конечно, мечта моих девочек, я имею в моих девочек, моих коллег. Мечта была этот архив после войны сделать Дома мира в Чечне. Мы это мечтали, мы об этом думали. И, конечно, чтобы этот архив принадлежал, именно смотрели люди, чтобы могли найти своих людей или же там увидели своих умерших. Все-таки в то время не было так много, особенно в Первую войну не было так много камер, чтобы там снимали и потом могли это сохранить. Даже кто-то и мог снять, то многие не могли сохранить. Поэтому мы, конечно, поэтому мы много снимали, и снимали больше людей, когда люди пострадавшие. Поэтому очень интересные съемки. И когда началась Вторая война, то, конечно, мы думали, что нам делать, что делать, куда деть этот материал, как его сохранить. А он был в Чечне. Как вот его, чтобы сохранить? Все-таки уже в Первую войну мы немножко знали, что такое, как русский солдат, извините, топает по домам, по селам, по городам. Я это видела уже. Поэтому было уже понятно, надо спасать не вещи, не что-то такое, а именно спасать кассеты. И так вот мы поговорили с моими... У меня было много друзей, которые приезжали из Швейцарии. Я вообще очень много в то время ездила по всему миру. И, конечно, это тоже была одна из моих работ, где я освещала войну в Чечне, в Европе. И поэтому на одной из встреч я поговорила, я бы хотела вывести кассеты, если бы кто-то мне бы в этом помог. И так вот мои швейцарские друзья... То есть иметь в виду из Чечни вывести эти кассеты? Да, да, да. Это же было очень трудно, такого объема, сколько кассет. Очень, очень. Как удалось все это из Чечни вывести? И главное... Есть не секрет, конечно. А кассеты были не такие, не маленькие, а большие бобины, боже мой, это было действительно очень трудно. Думаю, сегодня можно раскрыть этот секрет. Как вывел оттуда? Ну, и это было то, что я хочу сказать. Извините, даже швейцарские священники мне помогали. Я уже не говорю о журналистах, о тех, кто мне мог, конечно, моих друзей, моих коллег. Это священники и в Чечне, что ли они были? Из Швейцарии. А, из Швейцарии они поехали в Чечню. Ну да, они приезжали в Ингушетию, у нас был офис в Ингушетии, они приезжали в Ингушетию, говорят, ну вы все тайно раскрыли, ну ладно. Приезжали в Ингушетию. Ну, раз уже начали разговаривать, тогда все будет. Да, приезжали в Ингушетию, потому что прошло это все. Да, и там они... Я единственное вначале хотела просто вывести и сохранить. Это другой цели никакой не было. Просто вывести и сохранить. И это, конечно, мне в этом помогла организация швейцарская, бернская организация Гезершат Форби Тротто Феркер. Они отозвались, и мне, конечно, в этом, чтобы перевозить эти кассеты, помогали много-много людей. Много, очень. Даже по 20 штук, по 10 штук. Ну, это же тяжело, это очень тяжело. Ну, конечно. И у меня был очень хороший друг Андрей Миронов. Его убили 4 года назад на Украине. Я не знаю, если, например, Лачин, если говорить о политике, то политика это грязная и очень, конечно, власть, она очень, конечно, коварная. А если говорить о людях, о людях, это, я не знаю, у меня было очень много друзей, люди, которые просто остались всегда преданные нам вот в этой войне. Ну, вот в этой, когда шла война, преданные. Это я могу много имен сказать, которых действительно я до сих пор дружу и очень сильно их люблю. Вот Андрей Миронов был один из них. И он много раз был в Чечне. Он из России. Он диссидент, он правозащитник. что-то стоит у нас интернет. По-моему, зайна по там проблемы с интернетом. сейчас снова попробуем соединить зайна по видению у нее возникли проблемы с интернетом или кто-то позвонил ей, может быть. Хотя я перед передачей попросил, чтобы она полностью все там предложения отключила. Зайнап, я отправил приглашение. если сможешь, пожалуйста, подтверди или хочешь, я отключу сама дашь запрос как сейчас вроде идет подключение. ждем пока зайна еще раз подключится в наш прямой эфир. Вот такие дела, мои дорогие. Значит, одна женщина в одиночку почти, можно сказать, что в одиночку спасла этот архив, которого они создали с несколькими женщинами, сняли. Но, к большому сожалению, вот для примера я вам скажу, например, правительство моей страны, Азербайджана, выделили для этого миллионы, даже если не миллиарды, чтобы про войну, которая была у нас в Азербайджане, конечно, это не хотелось бы, чтобы этой войны, этого конфликта было, ну, что поделаешь, все это случилось, и эта война, мы тоже не смогли избежать эту войну. Ну, они миллионы долларов потратили, несколько сотни миллионов долларов потратили на то, чтобы всему миру показать, что там произошло. Но они не делали, даже они не смогли делать, сделать Зайнап. Ни в одной стране мира нет ни одного видеоархива про... Зайнап, ты отправь, пожалуйста, запрос, чтобы я тебя снова подключил, потому что мы этот... Вот я жду, ты мне дай запрос, и я тебя добавлю в эфир. Вот жду, Зайнап. Вот запрос дай, пожалуйста. Таджин Роглы спишет, что архивы нужно сохранить. Конечно, архивы это... архив она сама по себе говорит. Зайнап, только с телефона, пожалуйста, зайди. Сейчас я вижу, по-моему, ты смотришь через компьютер. И этот... Вот сейчас ты с телефона. Ты отправь, пожалуйста, запрос на на то, чтобы подключился... подключился в эфир. И очень приятно, что, несмотря на то, что это наш второй выпуск, меня уже, я вижу, приветствует из Израиля мой брат Гавриэл Шамаин. Гавриэл, дорогой, я тоже тебя приветствую. И в твоем лице весь Израиль. И тебя тоже, как брата, прошу, там пропагандируй нашу рубрику. И в скором времени, думаю, у меня гости будут и Израиля, которые связаны с этой древней земли. Азербайджан, Армения, Грузия и Вескавка смотрится. Зайнап, я жду, пожалуйста, еще раз дай запрос, что-то не получилось. и с телефона, пожалуйста, и с Украины, и с Грузии, и с разных стран нас сейчас смотрят. Всех я приветствую, всем огромная просьба, пожалуйста, вот ставьте лайки, поделитесь на своей странице, так как это новая рубрика Кавказский акцент. Мы разговариваем с Кавказским акцентом. И очень интересно будет, и думаю, если все кавказцы и все, кто связан с Кавказом, будут делиться своими мнениями, своими видениями на нашей рубрике. У нас будут очень интересные гости. Зайнап, я сейчас и отправил запрос на добавление. Скорее всего, сейчас я верю, что на этот раз получится. Пока Зайнапа нет, я воспользуюсь этим моментом и начну немножко как бы сам рассказать про нашу рубрику. В общем, эта рубрика Кавказский акцент, это является я решил, что если есть такая возможность и так как социальная сеть, социальные медиа, но почему бы нам не воспользоваться этой возможностью, потому что Зайнап, я отправил запрос, чтобы тебя добавить. Оп, супер. Вот, ребята, извините за то, что у нас был немножко такой сбой, это не мы виноваты. Скорее всего, Марк Цугерберг. Пока он не полностью так усовершенствовал этот вариант. Зайнап, продолжай, пожалуйста. И если ты не против, я готов еще один вопрос задать. Да, пожалуйста. Вот, какую роль сыграл в создании архива Гэр Кристофер Витмер? Кристофер Витмер сыграл огромную роль в создании этого архива. А я тоже... Рассказывай. Да? Слышишь меня? Зато нормально слышу, говорю. Я хочу сказать, эта организация Кристофер Витмер, Вермут Габи, Вермут Габи А что-то она с тобой перекликивается. Не, не, нормально, нормально, я слушаю нормально и пожалуйста, напишите в комментариях, как нас слушаете. Звук, изображение нормально? Я нормально слушаю. Повторение идет? Не, повторение, ты, наверное, компьютер включила. Нет, я с одним телефоном только. С одним телефоном. Не, я повторение не слушаю. Вот, пускай зрители напишут, как нас слышат. Я тебя слушаю нормально, никакого повторения не слушаю. Есть. С наушником, да? Да. по-моему, нет. А, Заза Мерзишфили пишет, что хорошо, Михаэль Мюллер тоже пишет хорошо, все пишут хорошо, значит, все хорошо, тогда давай продолжим. Я не знаю, мне кажется, что это, ну ладно. Не, все пишут, что хорошо слышно. Значит, это что-то, может, я что-то включила. Ража, так, другой зритель, наш уважаемый зритель, тоже пишет, что слушаем хорошо. Хорошо. Поняла, что с тобой? Я не знаю, что-то, нет. рассказывай, ничего, мы один раз слушаем, если у тебя эхо дает там, потом будем жаловаться Марку. Вот я молчу, а здесь говорят. Может, ты на что-то нажала, нечаянно, на что-то нажала, там проверь, пожалуйста, у себя. Может, нажала и на видео нажала, она у тебя там играет. Сейчас я буду смотреть. Только не отключайся от эфира. Ты на что-то там нажала, видимо, или на YouTube, или на Facebook. что делать, не знаю. Я сейчас отключусь, наверное, я не знаю, что-то я нажала. Давай тогда отключайся, заново подключаем тебя. Так? Хорошо. Вот так, дорогие мои. значит, пока зайнап этот буду о том, что вот где остановился. В общем, правительство Азербайджана выделило очень большие деньги для того, чтобы как бы прокопагандировать во всем мире, лоббировать все, что произошло во время Карабахской войны. Но, к сожалению, комитет по вопросам диаспоры занимался только вербовкой эмигрантов, которые живут в Европе, в Канаде, в Америке, в других странах. Они только ограничились тем, что вот на празднике Новрус готовили там какие-то сладости, шачар-бура, вот на наш национальный праздник, и этим ограничились, и подумали, что этим все сделано. Но я просто хочу из этой трибуны обратиться к правительству Азербайджана, и в том числе и комитету по вопросам диаспоры, то есть экс-главе, сейчас у нас нового назначили, Фуад Мурадов, вроде молодой, такой, но что-то не верится, что он тоже что-то хорошего сделает. Вот Назим и Мамедов, по-моему, фамилия его, Мамедов был, по-моему, да, вот он все эти деньги съел, и во всех странах для себя открыл бизнес, все сделал, кроме того, чтобы как бы сделать что-нибудь полезное. Например, Зайнап Кашаева, то, что она сделала в Швейцарии, это останется навечно, потому что в Швейцарии такая страна, что у них тут свои порядки, свои законы, свои понятия, и я не верю, что когда-нибудь что-то случится с этим видеоархивом Чеченской войны. И, кстати, это очень хорошая база для всех документалистов, которые в будущем захотят вдруг про Чечню какой-то фильм снимать или какой-то видеоматериал, или репортаж готовит. Это вообще бесценный клад, так скажем. Вот такие дела. К сожалению, весь Кавказ пережил очень страшные дни, и тут не было победителей. Я имею в виду, когда уже на Кавказе начались межнациональные конфликты между Абхазами, грузинами, осетинами, грузинами, армяне-азербайджанцами, в принципе, они все потому что вот то, что творилось в этих регионах, это вообще словами никак невозможно всю эту трагедию передать. Зайна, я одобрил, сейчас, наверное, подключишься, потому что я уже услышал шум. Обычно это перед тем, как саби-сеть не подключается, это происходит. Вот, по-моему, сейчас ты появишься у нас. Или нет? извиняюсь, экран перевернул. еще раз попробуем. вроде тут на компьютере показывать, экран разделился на две части. Вот такие дела, дорогие мои. Вот я одобрил, Зайнап. одобрил, сейчас ты должна подключаться. Вот о кавказском акценте. Наверное, некоторым может прийти в голову такой вопрос, ну, вообще, кому это нужно все, да? Зачем, например, Лачин, журналист, документалист из Азербайджана, живет в Швейцарии, в такой счастливой стране. И что вдруг ему в голову пришло эта рубрика? Почему он это делает? Понимаете, ребята? Я азербайджанец, я кавказец, я люблю свою родину. Я весь Кавказ считаю своей родиной. И самый главный вопрос тут в том, что должны ли мы вообще все эти конфликты, все эти войны унаследовать нашим детям? Я думаю, что нет. Все эти конфликты мы должны пока мы живые, пока мы тепленькие, пока мы дышим, мы должны найти выход из этой ситуации, как-нибудь решать. зайнаптэ, по-моему, сейчас компьютеры смотришь, пожалуйста, попробуй с телефона. Тут одна дама, уважаемая Джейдан Ханум, пишет, что да, назим деньги, дияспори, используя своих личных целей. да, естественно, вот дело в том, что когда негодяи сидят за, занимают большие должности, ну, обязательно они ведут страну пропасть, а вот когда негодяи ведут страну пропасть, миссия достойного гражданина стать опорой над этой пропастью. Зайна, попробуй, пожалуйста, и вот ленту просто обновить пальцем, вот чуть-чуть вниз прокрути, она будет обновляться, и заново, пожалуйста, отправь запрос. Ага, я уже получил, сейчас добавляю еще раз, от гостя эфира нет ответа, пишет, почему так пишет, не знаю. Сейчас попробуем. Интересно, почему так. Сейчас я это отключу. Зайна, попробуй, пожалуйста, еще раз и отправь запрос. К сожалению, иногда такие проблемы возникают, но думаю, что это тоже вполне нормально. Но все-таки Марк Цюгерберг не полностью этот идеальный, еще могут и более идеально разработать это видео, видео и все эти функции, потому что то телефоны у разных людей поддерживают, то не поддерживают, то такие неполадки возникают. Вроде в Швейцарии скорость интернета нормальная. Зайна, вот я сейчас вижу, что ты смотришь, но только такое ощущение, как будто из компьютера смотришь, не показывает, что твой телефон или твое устройство чем смотришь, поддерживает. Да, пожалуйста, попробуй с телефона заново подключиться, вот. И вот тут даже нет такого возможности, чтобы я тебя подключил. не получается. Вот такие дела. Сейчас я попробую, тут по-моему я получил смс, нет, от Зайна ничего. Вот такие дела. Я вот насколько я понял уже сегодня не получится как бы подключить заново Зайна, конечно очень хотелось, чтобы в заключении она сказала свои добрые пожелания, чтобы она попрощалась нормально, но еще минуту подождем, если не получится, тогда уже придется с вами пока попрощаться до следующего выпуска и напоминаю, что у нас будут на этой рубрике будут очень интересные гости с разных стран, с Азербайджана, с Грузии, с Армении, с Северного Кавказа, с Чечни, Дагестана, Ингушетии и пускай кто-то например скажем российские политики не думают, что мы тут ведем какую-то антироссийскую пропаганду и наш эфир открыт для всех вплоть до вторых третьих лиц Кремля любой если кто желает пожелает принимать участие в нашей рубрике пожалуйста мы только можем приветствовать естественно нам тоже будет интересно их мнение про Кавказ я обратился нескольким лицам которые смогли взаимодействовать этим лицам чтобы они тоже приняли участие вот такие дела дорогие мои думаю мою уж вот так дорогие мои друзья так получилось что сейчас звонила Зайна значит у нее вообще ни страницы ничего не показывает что-то случилось в общем технические видимо недостатки было очень приятно с такой героической дамой общаться и в том числе узнать и чтобы хотя я знал об этом и думаю что вам тоже стало большой новостью так как в Швейцарии существует видеоархив Чеченской войны и я хочу поблагодарить всех кто помог в том чтобы был такой архив и конечно остается желать чтобы скорее в ближайшем будущем и у нас будет на Кавказе мир и что все кавказцы они наконец-то поймут что мы соседи ни на день ни на два ни на три дня и мы не можем избавиться мы можем от какой-то вредной привычки избавиться от каких-то там не знаю вещей избавиться но от соседей мы не можем избавиться у нас нет другого пути так как жить в дружбе мире и единстве взаимопонимания так что дорогие кавказцы уважаемые кавказцы давайте жить дружно я желаю всем приятных снов спокойной ночи я очень выражаю огромную благодарность Зайнап Кашаева за то что сегодня она присоединилась она хотя много чего она хотела бы говорить с нами но так получилось что наш эфир перерывался из-за технических проблем сейчас она пишет что лачем прости что эфир не закончила что не могу подключиться ничего Зайнап это как в хороших фильмах в самом интересном месте фильм заканчивается но у нас наш фильм еще продолжается как Фрунзик Макартичан говорит мы еще раз увидимся я так думаю конечно мы в реале увидимся но и еще я хочу объяснить как будет у нас какой формат будет нашей третьей передачи конечно в этой передаче я этого не смог сделать потому что во первых Зайнап у нас из Чечни а сами знаете у чеченцев нет такой традиции чтобы женщина тос говорила а вот отныне вот кости которые у меня будут в этой программе Кавказский акцент будет такой формат в самом конце кость независимо от того он употребляет алкоголь если не употреблять алкогол это может он с водой с лимонадом чем угодно если употреблять алкоголь то может там вино или чем захочет один тост скажет и тостом завершим наш нашу рубрику Кавказский акцент ну этот раз без тоста обойдемся только мне остается пожелать всему Кавказу и всем тем кто душой болеет за Кавказ считает Кавказ своим и поверьте кто к нам со всей душой мы тоже к ним всей душой будем спокойной ночи всем большое спасибо кто был с нами кто следил кто поделится кто лайки ставит спокойной ночи до следующих встреч пока мои родные слава Кавказу слава героям Кавказа кавказа